С лёгкой руки брата Игоря Третьякова начали послание к римлянам, он читал его. С лёгкой руки нелёгкое послание, да? Можно так заметить. И это уже у нас длится где-то с октября месяца. Алексеев говорит, что какое это послание, не просто лёгкое, а понятное. Послание к римлянам? Для него всё понятно. Ему никого учить не надо, и по-лиму жить ему не надо. Поэтому очень легко всё читается. Представим? Представим. Он очень интересен. Какие у него беседы, занятия. Я много занятий, прослушала бесед. Итак, начнём начатое в октябре. Послание к римлянам, 12 глава, ещё не конец его. Ох и бог, я не попозила. 12-18 стихи. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Холкование. Прекрасно сказал, если возможно с вашей стороны. Ибо иногда невозможно быть в мире, например, когда идёт борьба за благочестие или за обиженных. И так внушает, исполняя свои обязанности и никому не подаваясь в случаях вражде и смятению. Если же видишь, что оскорбляется благочестие, то восстань мужественно, сражаясь за истину, однако не против человека, враждуя, но против нечестия, а о человеке напротив, сожалея и щадя его. Таким образом, что прежде казалось невозможным, то становится возможным. Ибо что касается тебя, то ты находишься в мире с ним, а брань ведёшь с одним нечестием. Ну, будем... Вот место писания. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступайте с ними. Лукаш 6, глава 31 стих. Как раз об этом здесь и говорится. Ну и много примеров, естественно, нам даёт Слово Божие. Это благочестивых намерений через свою веру, своё познание Господа, другим людям показать веру истину. Вообще показать величие Божие. Это мы видим и говорил Давид в салмах своих, посреди собрания православливого Господа. И тех, книги Маковейские возьмём, даже очень неизвестные для многих. Как там евреи показывали своё благочестие тем, что восставали против языческих этих законов. Ну, там, правда, не совсем будет отношение уже к Новому Завету, потому что там всё это вылилось восстание. И действительно, римлян перебили... Ну, там сначала язычников перебили, потом и римлянам досталось от евреев. И потом, мы знаем, был и сожжён храм Заравалилев, второй храм. Поэтому то, что относится к Новому Завету, это мы уже читаем в Новозаветных посланиях и в самом Евангелии, когда Господь говорит, как нужно обращаться милостиво со всеми, даже тем, кто обижает, гонит нас с врагами. И сегодня об этом говорилось и во вчерашних проповедях, и батюшка это касался. То есть, постоянно этого касаемся. И почему? Потому что, говорит, братья, не воздавайте злом за злом. Этим отличается любой христианин. И этим христианство привлекло к себе многие-многие души. И церковь этим и живёт наша, и движется, и существует. И будет она в последние дни. Именно на том, чтобы не воздавать злом за злом, а отвечать милостынию, молитвами, благословениями, даже гонителем. Но об этом впереди и говорилось. Никому не воздавайте злом за зло, но бегите со добрым перед всеми человеками. Римлян 12 глава 17 стих. Вопросы? Ну, теперь попробуйте тогда всё это исполнить. Всеми человеками. Апостол Павел задача ставить выполнимой среднестатистическому гражданину, хотя бы России, или нет? Хороший вопрос. Вы выбрали перед всеми человеками. Но если судить по всему миру и по всей Вселенной, то практически это невозможно, неисполнимо. Потому что, допустим, возьмём этот Запад, вот Америку показывают, всё у них благочестиво, живут они там хорошо, они же всем хотят показать, когда флаги их везде развиваются, на каждом доме. А теперь дальше. Но у них ношение оружия не запрещено. Любой человек во всех 50 штатах практически может иметь оружие, и они имеют его. И вот моя территория. А мы сегодня что слышали? Августин говорит, тебе нужно такую, так, своё сердце поставить, чтобы оставаться обиженным, оставаться должником кому-то. Сам себя обмани. Вот Игнать Игнатьич хорошо тоже об этом сказал же. Сам себя. Ты можешь так. Вот эту задачу поставил Господь Иисус Христос. И когда к нему лукавый человек подошёл и говорит, ну, спросил его пойти за ним, он говорит, птицы небесные имеют гнёзда, лисицы там норы имеют, а сын человеческий не имеет, где голову преклонить. Ничего не было. А что было у Господа? А вот он вышел с этими словами, Марка нам говорит сразу же, вторая глава, начало, говорит, И вот тогда Иисус начал проповедовать и говорит, покайтесь, ибо приблизил, и веруйте в Евангелие. У Христа была благая весть, и Он её нёс. И, в общем-то, если человек так жить не будет, то есть нести Слово Божие, отвечая на вопрос, то невозможно ему исполнить. Но Господь сказал, невозможно человеком, возможно Богу. В одном месте Он говорит, будьте в мире со всем, если возможно с Вашей стороны. Некоторые отрывают предложение и говорят, а Вы не мирно, бунтуетесь, что-то против патриарха, там, то другое. Мне сейчас это накидали, там, только что смотрел. Они никогда эти места не считали. Я смотрю биографию людей этих, они в конце уже после разговора говорят, а я не христианка, а другая, я язычный. Если ты пустой меркам и меряешь, мы беседуем на основании Слова Божия. А на основании Слова Божия я могу контролировать речи любого патриарха, сколько угодно. Вчера мы слушали, и не я один слушал, слушал я с батюшкой, говорит патриарх, какие слова, системы, там, ценности. И говорят, как будто никогда в руках Евангелия не было, вообще. Шкала ценностей, вообще слов этих даже в Евангелии в Библии нет, вообще в Библии нет. И тогда люди будут ценить, никто нам мозги вроде не закрутит, и мы сами себя не закрутим, может они закручены, дальше некуда закручивать. Да. Почему прямо не ответить по Евангелию? По Евангелию вот ответил и все. Не отвечает. Слово Христос в речи патриарха вот сейчас слушает, даже не прозвучало. Другой помощник, тоже слово Христос вообще отсутствует. То есть они одновременно играют на все религии мира. И он слушает буддист, понравится. И он слушает мусульманин, понравится. Он говорит, если возможно, с вашей стороны. Не лукавя, не принижая евангельский стиль. Почему все пророки были ненавидимы? Откуда ты знаешь? Откуда знаю. Стефан говорит, кого из пророков не гнали отцы ваши? Кого не гнали? Ну назовите, кого не гнали. Одного назовите. Никого нет. А почему вас-то все любят? И ненавидят не за то, что вы торгаши. Как сейчас везде пишут, у патриарха перед избранием уже было 4 миллиарда долларов. Ну и везде тысячи там. Я не проверял, что в банке вообще так. Но однако люди-то на это указывают. Мне не указывает ни один на мои богатства. Как это возможно? И вот меня все время спрашивают, а возможно ли это знать? Только в одном случае. Если я родился свыше, и в один духом Божьем все, больше ничего нет. Вот в этом, в одном предложении сказать. Если этого нет, то все научения тебе ничего это не дадут. Ты можешь голову как земной шар разбарабавить, но нету. Потому что каждый человек, каждый вопрос и решение его должно быть таким, чтобы на суде Божьем не постыдно было. У меня неприятность сегодня была. Такая неприятность огромнейшая. Я сейчас загадкой не говорю. Я обнаружена была нечаянно. сделал мне этот человек ко мне расположен, но просто пакость сделал. Такую громадную пакость. Мы сразу начали звонить со специалистами, узнавать, можно ли выправить, пока еще толком не знаем. Ну и руки опустили уже, не выправить, погублено. Ну и я стал думать, господи, а что можно сделать? И план уже созревает. Ровно через две недели, день в день, я могу приступить к осуществлению этой операции попытаться восстановить погубленное. Но в этом мне должны помочь примерно 15 человек. Я так подсчитал сейчас. Примерно 15 человек, чтобы пришли на помощь. То есть безнадежно погубленное дело я могу восстановить, но оно уже таким не будет. Может быть лучше, может быть хуже, но что-то будет. А который сделал, а то он просто руки опустил и все, ну я еще виноват, простите, Христа ради. Ну я не знал это дело. Вместо сахара я оказался, что стряхнин яд. Ну и что теперь сделаем? Ну все хозяйство погублено. Ну к примеру я говорю. Я думал вода, я налил бензин, нечаянно чиркнул спички и дом сгорел. Ну прости меня уж. Прости. Это бесы искушали. Я на постника. А к вечеру приходили и говорили, отче, прости нас, мы искушали тебя. Вот какие праведники. Демоны. И каждый день они его искушали. У меня сегодня вот такое страшное искушение прямо повергло меня в молчание минуту. Ну, эта минута молчания для меня была минутой размышления. Можно ли что сделать? Звонки эти упрутся в ничто. Ну на всякий случай специалисты пусть порешают этот вопрос. Как говорят, фу, проблема. у меня окаянное слово. Вы догадались, о чем я говорю или нет? Кто догадался? Ну, серьезный разговор. Через целую операцию. Через две недели. День в день. Час в час. Я должен начать эту операцию. Ни в какое другое время мне ее уже никогда не сделать. Ровно через две недели. Если эти две недели будут так, как обычно у нас занаряженные идут. И только после этого я приступлю к выполнению той задачи, которая была сегодня сделана, сделана блестяще и была погублена. Вот так. Ну давайте дальше. Пока молитесь, пусть вам будет и непонятно. Ну, Игнатих, ну, немножко припоздал как раз. Ну, видите, как Дух Святой ведет, интересно. Как раз об этом-то и апостол Павел и говорит в следующем стихе, в 18-м, который мы прочитали. И он говорит в толковании. Прекрасно сказал, если возможно, с вашей стороны. Ибо иногда невозможно быть в мире, например, когда идет борьба за благочестие или за обиженного. Об этом-то в местописании и приводились. За обиженного и за благочестие. Вспомним Матфея этого, Елеазара, старца, который сказал, я уж слишком стар, чтобы ему было уже за 80 лет слишком стар, чтобы ученикам подавать пример нечестивый. Когда говорят, ты просто возьми вот так вот, возьми вот так вот и брось. И все, и мы никому не скажем, никто не будет знать, что это свинья сгорела, что ты жертву принес бесам. Не пошел на это за благочестие. А ведь можно было бы, казалось-то, ну что, власти потом дальше не тронут. И вот сегодня вспоминали мы о Сергеи Строгородском. Да, епископ был необыкновенный. Когда его читаешь, деяния, которые были на 18-м соборе 17-18 года России, он один из самых благочестивых был, по нашим меркам. Русский язык на нем был, практически он протолкнул русский язык уже в нас. Вот почему мы сейчас пользуемся? Это его труды положили начало тому, что собор в 18-м году четвертым определением все-таки дал возможность общинам, которые согласятся на собрании на русском языке, ну и конечно там согласится епископ, можно будет читать по риме и все, что на Евангелии переведено в 1876 году. И мы сейчас читаем только поэтому, что есть это определение, что хоть за что-то зацепиться. А дальше что было? А дальше вот это нечестие, которое позволило практически церкви не то, что исчезнуть, а переродиться. Мы сейчас видим, что все иерархии поражены этим самым сергианством. И то, на что мы рассчитывали, ну не знаю, мы рассчитывали, как сказать, вот горькие слады сладкого плена говорят, и молчанием придается Бог, это первые книги, которые я здесь прочитал, ну первые заметки будем говорить, это не книжки, там брошюрки-то небольшие, но они говорили именно об этом. Отличие московского патриархата и зарубежной церкви именно было в этом, что вот это нечестие, вот это сергианство, вот эти краснопогонные иерочекисты, они не вошли в церковь, которая была там, за пределами досягаемости коммунизма, то есть сатанинской власти. И тех людей, которые здесь отдали свои жизни, души положили, как говорится, истинно, за веру, за Христа, их оболгали, назвали какими-то предателями, контрреволюционерами, и все это было, естественно, распространено по всей вселенной, и теперь только уж, теперь начинают узнавать, вот недавно передача была во Франции, и люди говорят, вот теперь, говорит, когда Солженицын обшел, мы теперь, говорит, узнали Солженицына, там многие книги его напечатали, и Архипелад ГУЛАГ наконец-то массово пропечатали, и люди во Франции говорят, вот теперь мы узнали, кто такой Солженицын. Да-ка сколько, да, они только узнали, кто такой Солженицын, а теперь, как узнать всех тех героев веры, кто был бы нам примером благочестивой жизни, и кого специально скрыли, и оболгали, этих узников Соловецких, и многих-многих других, которых мы только краешком уха слышим, миллионы, нету такого цифры, которую можно посчитать, потому что если в жития святых, там всех вместе сложить, наверное, миллиона не будет даже, всего 1147 жития святых, ну там где-то было по 20 тысяч, как в Персии убиенных за раз, где-то 3000 были такие случаи, а здесь сразу все государство, как говорится, профильтровали, кто верует, кто иконы у кого есть, кто молится, и все это вышло, и все это вышло, так, вопрос ко всем, вы знаете, вот такой есть еврей, берет интервью иногда, он совершенно лысый, как его фамилия? Познер, Познер, ну и в Констанце, он умно очень говорит, говорит, что я атеист, Дмитрий Смирнов опровергает, вы не атеист, а тот говорит, что с атеистом еще беседовать, это дураки одни, он говорит, так я такой дурак, перед вами выходит, да, ну вы-то маленько тут что-то вроде не такое, и он говорит, что с Лениным, Ленина, я говорю, да вы говорили, он считает его выступление, Дмитрий, и говорит, это ваше выступление, вот о Лене говорили, что его нужно достать, там где-то в селитре, или в чем, растворить, сжечь пепел, и на Луне развеять, вы говорили, ну я маленько не уточнил, с обратной стороны Луны, чтобы он не светился, он пояснение еще дает, он ему новый вопрос задает, это вы выступали, говорили так, что защищать, если я ювенальный сит, то что с пистолетами, и по фотографии это говорил, а какой выход у нас, больше никакого нету, ну к примеру, вот такое вот, отвечает спокойно, но кое-где он его так ставил в тупик, он маленько посидит, знаешь, не ожидал этого вопроса вроде, ну задает вопросы умно, выдержанно, не Жириновский, Владимир Вольфович, вот, и в конце, на вскидку просто, вопросы, вопросы, по бумажке читает, так, кто самый главный для вас там герой, какой, какой композитор, самый любимый вами, он быстро отвечает, быстро, ты отвечаете, не думайте сейчас, и опять, самый счастливый день в вашей жизни, он так сказал, да у меня все дни счастливые, ну хорошо ответил-то, но не мог он ответить, а я мысленно с ним вместе, быстрее, отвечаю, 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 и мои ответы почти не сходятся, я бы назвал вот этот 50 лет назад, день, который высветился, который меня перекинул с того, в позиции, через забор, и сказал, вот идут, видите, путешествие Пилигрима, иди теперь с ними, вот, это напоминание большое, поздно, я не знаю, он до этого кем был, кто знает, какой дождь государства он занимал, нет, не поздно, он же был в Америке, учился в Америке, садитесь, да, он там какую-то телепрограмму вел, ну, ну, он ведет, видно, мужик себя на уме, съемки ведутся прекрасной аппаратурой, что видать глаза, глаза видать какие-то, иногда, иногда, бывают такие кощунственные высказывания у него, ну, например, когда вот разбились хоккеисты, год назад, надо, и он с кем-то тоже там беседовал, я уже не помню, и говорит, куда же смотрел, Бог там, и, ну, там такие слова даже страшно говорить, что он, то есть такой вот кощун, ну, раз он назывался атеистом, ну, как Задорнов, тот тоже, открытый всем демоном, хоть и умный, но понятно, что умный. Про это он и говорит, он и не скрывает, какой он есть. Да. В нем-то что-то есть то, что можно было бы коснуться, и вот отвечает ему, отец Дмитрий, ни одного ответа евангельского нет, вот что самое главное. Тоже выступает, патриарш, что хотел сказать? Он же сказал еще, что он пять раз Библию прочитал. Позно? Да. Позно? Да. Ну, это здорово, конечно, если атеист прочитал пять раз Библию, вообще удивительно. Зачем? Но, главное, что ни одного ответа ему, поп, священник-то не дает по Евангелию. Я вот про поздно, они не говорят, уж поздно с ним заниматься. Да. Но сказать-то можно. И вот я посмотрел, думаю, какие люди, на каких выходят, ну, как же бы их сюда-то завлечь? Рассказать им это все. Поступает патриарх. Я даже с батюшкой сижу, слышишь, говорит, батюшка кивает голову. Ни одного евангельского слова, вообще. Умная такая речь, такой голос у него шоколадный. Ну, говорит, прямо, говорится, из скодильницы воскуряется фемиан. Ни одного евангельского слова нет. Чтобы люди ценили жизнь, жизнь с большой буквы. Откуда взял жизнь, да жизнь с большой буквы? Это все слова, предложения растянутые, и ничего нет. Это говорит первое лицо в государстве. А вот такие. Отец Дмитрий, тоже ему вопрос, как бороться с сектантами? Ну, никак я не ожидал такого вопроса. Вообще, даже близко нет. Вентулин, он сектантов не видал никогда. Да, не видал. У нас единственный способ бороться, показать нашей жизнью православие. Вот оно такое, и как вы думаете? У нас другого нет способа. Но это заодно это уйдут десятилетия, чтобы показать. Я не, я живу так, не потому что я показываю, а ее увидят жизнь, другой жизни нету. Аминь. На каждом шагу спрашивают, а вы что, тщеславитесь, вы говорите, ты должен перешагнуть через это. Говорят они и говорят. У них другого ничего нету. Они на моем сайте крутятся. Они на моем форуме, не я на их. Антоний говорит великий, вы ко мне пришли, вы уже признали меня учителем. Поэтому слушайте, а не возражайте. Я на их никогда не был, и я там взять ничего не могу. А что у тебя умнее, чем у этого? Ну, конечно, умнее, толковать не надо даже. Умнее, чем у Осипова? Несравненно. А почему? Да потому что, что у Осипова есть, я все знаю и читаю, а он моего не читал. Вот и сравниваю. К Осиповым 100%, один мой приложение, уже будет на этой стороне больше 101%. Вот приехал Дворкин, я Дворкина все книги пересчитал, какие издавал. Он моих в глаза не видел, это псевдо православное. Я могу о нем только сказать одно, мои книги у него в руках не были. За эти слова меня не буду сидеть. А он меня оклеветал. Оклеветал я знаю, почему, потому что человек с двойным гражданством, с двойной покрышкой на душе, он не знает, что говорит и о ком говорит. Как в глаза не видал, ни разу не встречался. Его пригласили наши люди на занятия в университет. И он мгновенно дает ответ. Причем он привык жить во лжи. Патриархия любого наставит на свой путь. Я хоть не верующий, но я за патриарха и люблю его один. Но я не против, женись. Но при чем тут я? У нас это не препятствуется. Изъясняется в любви открытым текстом. А я спрошу, сколько ты раз за него молился? А я молюсь за него каждый день и каждую ночь. И чья-то любовь перевысит. Любовь заключается в том, что ты говоришь о спасении души от вечности. С той позиции, вот это все наше-то, ну даже вшивым нельзя назвать. Оно никакое. А ты что делаешь, как я делаю для вечности? Вот посеянное, написанное, вот эти мои книги, которые я даю, я отдаю все. Не 5%, а по 100%. Даже книги, которые были проданы, там малая часть, деньги ушли все на бензин. У меня ничего нет. А они этого сказать не могут. Золотой идол затмился лет. А можно ли как-то исправить дело? Ну, по-человечески нельзя. Нельзя, потому что там не коррупция, а там один золотой идол стоит, и все. Там никакой коррупции даже нету. Они этого слова не знают. Можно плакать и молиться. У сектантов только учиться надо. У всех. Я у всех нашел хорошее. У яговистов, у адвентистов, у баптистов, они нигде как будто ничего хорошего не видят. Все люди не такие. Дети уходят в секты. Вот они идут. А вы что сделали? А нужно, чтобы каждый день они вроде на службу ходили. Да как раз этого-то делать и не надо. Ты им дай живое Евангелие, чтобы семья была верующая. И покажи, что у вас лучше. А он не поймет. Это его задаю. У него свой путь, он его избрал. Не трожьте его. Понимаете? Я мысльно все время разговариваю. Отошел. Я вот добавить хотел, Инард Тихович говорит, золотой идол. Фильм 12, помните, да? Да. Там один из присяжных говорит, когда речь идет о многих миллионах, то граница между решением убить, убедить, и решением убить стирается. Это граница. Да, вот эта граница исчезает. То есть, когда миллионы, то есть, идол золотой, да, то на все преступления может человек пойти. Что-то непонятно, о чем речь-то идет. Так, ну скажем, сказали. Скажем так, когда, когда сатана подошел к Господу, это читаем Иова, первая глава, и он спрашивал, и потом, когда он говорит, ну конечно, говорит, кожа за кожу, а человек все отдаст за жизнь свою. Он говорит, хорошо, вот, я тебе отдаю его в руку твою, только жизнь его не забирай. И началось дальше. И по идее, по смыслу сатанинскому, Иов должен был сдаться на этой, на этой второй фазе. Первая фаза, когда у него все отняли, то, что у него было, теперь вторая фаза, его коснулось уже. И теперь он должен был отдать душу сатане. Когда жена ему сказала, она же была подкачь, подкачь, она говорит, ну все, что там уже, все понятно с тобой, прогнил насквозь, похули Бога и умри. Все уже, Бог не за тебя. Об этом же идет речь, по идее там. То есть вопрос идет не о миллионах, а о миллионах, как твоей жизни, которой ты привык, к сладкой, похотливой, страстной жизни. Вот о чем идет речь. И тогда, конечно, у тебя все грани стираются. Как вас оболгали тогда, Игнат Игнатьевич, когда вы говорили, если ты на себя это перекладываешь, а так правильно убить, погубить. И начали вас три раза убить, погубить, убить, погубить. Конечно, убить, погубить. Но ты, когда на себя все обращаешь, то тогда совсем все по-другому уже. Все идет через тебя. Тебя это только должно привести в покаяние, а ты начинаешь смотреть на другого. И другой становится для тебя как средством достижения твоих страстных и вот этих самых мыслей, о которых говорит Христос, когда обращается восьмая глава Евангелия Трама, 44 стих. Так я спрошу, вы поняли, о чем он говорит убить, погубить? Кто не понял? Да, можно пояснить. Требуется разъяснение. Дело в том, что на наш лагерь была организована большая кампания уничтожить лагерь коммунистами, КПРФ. Во главе стоял Петренко. Это главный был идеолог Алтайского края при КПСС, при Крайкоме, ну, как Краевая администрация. А и приехал туда первый секретарь КПРФ дорожного района, Бобров Геннадий Александрович. Приехало телевидение, и они все снимали, и после этого они фильм поставили, там били, громили, уму непостижимо, что. И вот он не знает, что у меня взять, и он спрашивает меня, ну, вот у вас, допустим, если цель стоит, а вы ее не можете достигнуть, как это сделать? Я отвечаю без подвоха, я не знаю, что будет. Выйди на улицу, выйди в коридор. Это можно дома заниматься, здесь не надо это. Там идите, опохмеляйтесь. Зажмурят глаза, жмурите. Страшно сказать даже. Ну и что? Я говорю, если стоит цель, громадная цель, и стоят препятствия, а я должен достичь, во что бы то ни стало. Поэтому я, ну, должен добиться. Ну, как же, коммунизм. А впереди стоят люди, сколько? Ну, 100 миллионов отрубить головой, мессерок. 15% пленников, но мы введем в коммунизм. 90% убьем, но 10% мы доведем. У него цель стоит. Это тогда, когда он видит во внешнем. Я ему говорю, что если цель стоит, а ее достигнуть, а кто-то мешает. У меня другого решения нет, как убить и погубить. Это Достоевский об этом говорит. Он не понимает, что я беру из златоуста. Он этого не понимает. У него за гранью его мышление. Но если мне надо достичь, а я христианин, то я теперь иду на все, чтобы смирить себя. У меня препятствия. Я иду у начальства, уговариваю. Ну, что я вам мешаю, что ли? Я иду к санэпидемстанции. Ну, что нужно? Порошки. Я набрал порошков, везу туда. Нужно обработать местность. Я ее обрабатываю. Я не досыпаю. Я в этой хлорке вожусь. Приезду в комиссию, чтобы было все. Кожурах там нет. Они говорят, должны быть очистные сооружения. Я копаю яму с ребятами, ограждение от коров делаю. И туда ничего не будет положено. Ничего нет. Но она по уставу положена. Я все беру на себя. Но когда начали фильм вставить, он тогда берет. Лактин сам сказал, убить и погубить. Опять режет празу. Убить и погубить. Никто не может понять, о чем речь идет. Но убить и погубить он монотонно вдалбляет в мозги Манкуртам. Теперь я во время суда расшифровываю, что эта фраза состоит из двух авторов. Иоанна Златоуста и Достоевского. И называю откуда Достоевского братья Карамазовы, а у Златоуста том такое-то оттуда взято. А он, который интерьер-то был, он этого не понимает. Тогда был Лавриненко, это работник ГТРК, бывший авиолетчик. Ну, а разбить это, видать, никакого нет. И на суде это все куда выявилось, все развеялось. Вот что значит, не по совести делать. Но у меня была цель. Сохранить лагерь. Лагерь сохранен. Почему? У меня близкие отношения с прокурором края были. Теперь началась расплата. Который это все писал статьи поганые. Его нашли мертвым в подвале. Но не я его убивал. А потом мне только сказал один, говорит, а вы не знаете, кто участвовал? Это профессор Агу называет его. Говорит, да вы что? Да, на днях, говорит, его в подъезде заплатили. Говорит, и резали, не как-то задницу резали. Ножами ему пластали задницу и резали. А это не из-за вас, говорит, а так? Профессор. Дальше. Этого Лавриненко выгнали с работы. На лестничной площадке, которая Прокофьева. Ей запретили религиозной тематики касаться. Газету заставили выплатить. Опубликовать ГТРК. Это все они по телевидению. Полный разгром. Так меня прокуратура края руки жали. Краевой администрации. Никто не думал, что будет выиграно. Почему? Богу угодное дело. У меня цель. И вот сегодня я про это говорю. У меня такая потеря. Ну, в первую очередь, дьявол мне натравлю, через кого прошла такая у меня потеря. Я должен ополчиться. Нет, я помолился. Как делать? Что делать? Не знаю. И мысль уже сотрела. План у меня очень четкий. Я к реализации приступаю ровно через две недели. Ну, перед этим я, может, маленько подготовлюсь. Поднимите руку. Кто понял, о чем я говорю? Не поняли. Пока только молитесь. Но я здесь все говорю, как есть. Я потерпел большой ущерб сегодня, но надежда есть, что я могу дубль произвести. Это понятно, что в интернете. Все? Давай. Так, продолжим. Слово Божие. Послание к римлянам. 12 глава, 19 стих. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, мне отмщение я вас дам, говорит Господь. Толкование. Дайте, говорит, место гневу Божию в отношении к обижающим вас. Если вы мстите сами за себя, то Бог не будет мстить за вас. А если вы простите, то Бог отомстит строже. Приводит и свидетельство, подкрепляя свое слово. Говорит же это для ободрения малодушных. Потому что они ничего другого не желают, как видеть, что враги их получили за них отмщение. Здесь отпечатка наоборот. Добродушных. Про это и говорили, так и сейчас. Добродушных. А именно малодушных. Ободрение. Ободрить их. Не одобрить их, а ободрить. Ободрить. Надо будет. У кого есть там, исправьте себя. Исправьте. Дома. Ясно. Итак. Да нет, это потом. Итак, мы видим, что среди римской общины христиан были и малодушные. Их нужно было и вот мы эти малодушные сейчас как раз. Я хотел бы про нас сказать. У нас очень сильно развита малодушие. Я думаю, что если не 50%, то больше даже поражено малодушием община. Ну и, конечно, здесь последние события повлияли. А все от того, что маловерие. И нужно поэтому обратиться к словам Христа, к Евангелию. Ну а все это от того, что неправильный ход церкви был. А может быть, старались, но не пришли как должно. Но я думаю, что не каждый из нас может, как Игнать Тихонович сказать, через 50 лет день и час обращения своего ко Христу по слову Божьему причем еще. А вот все что поздно спрашивал у Дмитрия Смирнова, надо ли отвечать на такие вопросы. Как вы думаете? Да может на какие-то и не надо. А может быть, если для того, чтобы людей научить. У меня есть которые я не выставляю пока. Материалы готовы. Готовы все, но они связаны с тем, что с кем-то связаны. Поэтому я начал сейчас беседовать с людьми, которые время прошло, то уже позади. как бы прошу разрешения у них. Я выставлю и без них сегодня же, к примеру сказать. Но мне надо, чтобы было благословение. Мало того, что они согласны, я даже их запишу, что да, мы согласны, там ничего нету, никто не убил, никого за это не посадят. А начинает, а какая польза? Я сейчас вышел только, мы уже беседовали, тут кое-кто участвовал или нет, с Вадимом, когда Вадим у нас был здесь. Ну, был его дядя, была мать, Севастьян. Ну, все официально. Ну, материал есть. Прошло время, суд прошел, я к нему подошел сегодня и говорю, этот материал я хочу выставить. Ты не против? А зачем? Для пользы. Я же сегодня сделал вступление и говорил, зачем Давид написал 50-й псалом? Зачем? Царь, помазанник Божий, блудник и убийца. Зачем? Никто бы не знал. Если бы он давнул, там бы замолк, и больше никто не знает. А после смерти Соломону вообще нельзя было сказать, он башку сразу резал, колол. И все, и закончилось. Сам, после того, как он, и он написал псалом, и я вошел, звак от крови, Божий, он сам пишет, и отдает ему, и говорит, на, пускай поют. Это в храме начали петь. Это псалмы были. И каждый раз, и видно, да люди не поймут, о чем. Ну, предисловие сделал, когда вошел к Версаве. Вот так, по чужой подол залез, понятно. А дальше, когда мужа вычислил пославный шафот. И каждый раз, когда будут петь, а впереди предисловие. Это говорится о Давиде Блуднике, уголовника каянной. Но он покаялся, помилуй меня Божий. Давайте, в величие этого возникновения псалма вдумаемся. Это евреи. Когда описано, что они князья Содомские, Гоморские. Какой же он был хороший. И какой же он был преступник и негодяй. Он умелкается. Я спрашиваю сегодня, ты это знаешь, знаю. Ну, что ты против, то что? Да там половина неправды. Как неправды? При тебе беседовала. И мать здесь, и дядя. Я каждый раз спрашивал, согласен? Согласен? Решила о суде. Суд давно прошел. Уже ничего нет. Результат не изменить. Детей присудили ей. Сколько разведенных? Они на этом учиться будут. Да там про меня все отрицательно. Ну, отрицательно ты такой и есть. То есть он против. Слышишь, Валера? Понятно? Он не думает о тебе, ни о ком. Он думает только о себе. И он никого не видит за этим. Я вижу, разговаривать нечего. Я ему не обязан. За тобой ироник. В моем доме писали, моя аппаратура. Ко мне пришли. Я не обязан с вами на эту тему говорить. Я записал, я и ставлю. Недоволен, подавай в суд. А что ты подашь-то, когда ты сам беседуешь, что ты родня твоя и все. На тебя пол вселенной идет. Для чего? Один ответ. Для пользы многих. Какой, я говорю, Жириновский, не был бы боевой парень, но у него проколов почти 100%. Не так ведет себя. И все ролики стоят. И сегодня смотрят то, что было 10 лет назад, даже 15 лет назад. Все заснято. Все. Ну, прямо совсем так люди себя не ведут, как он ведет. И однако все стоит. Почему? Все на пользу. На пользу. Если там нет ущерба живущим здесь. Может быть ли ущерб? Ущерба никакого нет. Ну, и весь сказ. Надо научиться все-таки вникнуть в слова Христа. Христос прямо поставил условие, когда можно верить и когда нельзя. Как это нельзя? Да верить всегда можно. Нет, не всегда. Чтобы верить, одно условие должно быть устранено. Я задаю священникам, да какое условие? Вы что и говорите-то? Для веры нет препятствий-то? Есть препятствия. Ты хотел бы верить, да препятствия стоят. Сначала убери это препятствие. И умолитую препятствие есть. Одно только. И когда вспомнишь, что на тебя имеют, положи дар. То есть не молись. Иди прежде примирись. Написано? Написано. Все. А теперь Христос говорит, как вы можете веровать, когда славу друг от друга принимаете и от единого Бога не ищете? Ты не можешь веровать, пока ты не переломишь свой характер. Не ищи, когда тебе положительно везде говорят. Не ищи славы людей. Да мне будет думать плохо. И как вы можете веровать, Христос говорит? Вера предполагает чистоту, помыслов, взглядов и самоотвержения. Если ты не отвергся в себя, вера там нет. Ты веришь в самого себя. В свою непогрешимость, свой авторитет, там что угодно. Но все во всем я, 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 я везде будет. Для веры там места нету. Господь так и сказал. Как вы можете веровать? Как? Это же обман. Если славу друг от друга принимаете. Высшему нравится, когда честь отдают, когда батюшке руки целуют. Тому нравится, когда просто приходят, платят, покупают свечки, отстояли, спаси Христос, батюшка, или отдали честь и пошли. Славу друг от друга в Израиле любили принимать. Это во всем мире любят это. Никто не любит, когда начальника обличают. Да я тебе в порошок сотрю, лагерная пыль. И все, и порошок полетел. Не искать своего. Передо мной стоят задачи, даже я ответа не знаю как. Вот задают вопрос, а как таможня пропустить? Нет, это один из главнейших вопросов. Не знаю. Понятия не имею. Ну а как же так? Ну вот разве с кем пути, какие здесь проверять или где-то? Запретного у меня ничего нет. Теоретически 100% что нас пропустят. Ну мало ли что бывает. Бывает просто затормозили и все, надо поделиться там или. Как казахстанское границе. Провозить нельзя книги. Он встанет, он читать не умеет. Выгружай книги. Так куда я выгружать буду, я везу. Наши поехали, себе взяли. Ну он отошел в сторонку ему там на тысячу. Ладно, езжай. Все. Сензура прошла. Сензура всего тысячу рублей стоила. Ну если она так будет, ну я думаю, что Бельгия, Германия это не Казахстан, не Киргизия. Так что молиться, только молиться. Мы не знаем, вот сейчас пошли, сейчас только мне сказали, вот Нина, уже в Берлине говорили, рады принять, но июль, август, библиотека закрыта. Теперь мы прорабатываем, где оставить. Она договорится, что когда вы вернетесь, она им принесет книги, они поставят там на нашем бланке, на немецком напечатают, и все. У нас задачи стоят такие, которые никто не решал никогда. Почему? Ну в первую очередь, авторских книг 38, вот он, развал лежит, такого никогда ни у кого не было. Здесь тысячи, 4124 вопросов. И каждый вопрос, он может быть единственным вопросом, который даст себе направление правильное. Оно сегодня буквально потрясает все, когда читают, да как он может вчера мне, патриарху, святейшему, он противоречит, а мне до того смешно. Я посмотрел биографию, возражать нельзя. Я вижу там беда. Там прорва буквально. Там нельзя ничего трогать. Ни Писание не знает. И человек через три выступления говорит, да я и не христианка. Здорово живешь. А что ты за патриарх, а родрала? Она и не христианка, оказывается. Но патриарх, но я его все равно люблю. Да оно должно быть так. Меня ты не любишь. Вопрос тут пришел. Молодушие и трусость, в чем различие? И что общего в этих понятиях о человеке? Сразу, кто желает ответить? Давай, самый смелый. Молодец. Молодушие это понятие... Погромче. Молодушие это понятие чисто духовное. А трусость это плотское. А что вообще? Как они не связаны с собой? Подождите. Ну, молодушие это состояние души. Правильно? Ну, пускай. Поэтому это духовный вопрос. А трусость это про человека говорят. Вот он там на войне сбежал там с фронта. Струсил. Нет, во-первых, душа и духовное, это разные вещи, вы сказали. Молодушие. Духовное, это то, что относится к Слову Божьему. Духовное. Ну, хорошо, я неправильно выразилась. Душевное. Ну, а душевное это сатанинское, человеческое. Только можно об этом и говорить. Так вот, вот ответ на вопрос уже идет, малодушие. Малодушие это никак не божественное произволение. Господь не хочет, чтобы мы были малодушными. Поэтому и через слова ободряются они, одобряются. Надо же, напечатали. Совсем другой получается ответ. Ободряются поэтому малодушные, чтобы стать настоящими, духовными, истинно возрожденными от воды и духа людьми. Игорь, я можешь по часам разобрать, что опаснее. Давайте, и тогда будет видно, какая им же неправильность. Что из них опаснее? Малодушие или трус? Давайте так. Ну, кто отвечать будет, брат? Малодушие, конечно, потому что оно исходит изнутри. А от малодушия уже рождается трусость. Вот это пример. Нет, ну, элементарный пример. Человек сидит в окопе, да? На него идет танк. У него внутри происходит битва, да? Битва. То есть задавит, не задавит, задавит, не задавит. Малодушие как бы выплескивается. Он бросает винтовку, выскакивает и побежал. И если начать трусость, то написано, что трус, трус, трус. Трусость. Ну, перед этим его же побудило что-то сделать это. Страх. Страх. Откуда? От малодушия. А гривнейский эквивалент слов тут? Трусость. А эквивалент? Это нет. Трусость, это боязливость. Боязливость и трусость. Вот я сейчас вспоминаю, в Священном Писании написано, боязливый. Царствие Божие не наследует. Написано малодушие. Нет, малодушный, а вот слово трусость, я не помню в Слове Божьем. Есть трусость, такое слово? Ну, есть. Есть боязливый. А это не одно и то же боязливый, трусливый. Не совсем. Можно я попробую. Малодушие, это слабость души, когда ты боишься сказать что-то, скажем, начальнику высказать в глаза, или даже своему другу указать на его недостатки. Это малодушие, это не трусость. А вот трусость, когда идешь, кого-то обижают, и ты трусливо скорее-скорее убежал, чтобы не вмешиваться, пускай там, лишь бы не меня тронули. Тут, по-моему, достаточно четко можно разграничить. Я смотрю на Виктора, он через очки вперел свой взор вдаль и думает, а это одно и то же, наверное. Он перебирает и вижу, у него там мелькает образ. У меня вот какая мысль, что малодушие, противоположность, это великодушие. Великодушный человек, но человек как великая душа. Тут можно даже так сказать, что он старается прощать, прощать обиды. Берет всегда как бы духовную мерку, а как с позиции вечности будет, великодушный. А малодушный нет, он сомневающийся, подобен морской волне, ветром колеблемый. А трусы, действительно, брат сказал, это другое немножко. Но они могут быть очень близко, что границы даже, может она стираться. Ну вот, можно пример привести. Очень такой большой пример, и все его знают. Иуда. Он был трус или малодушный? Сребролюбивый он был. Сребролюбивый, хорошо. А отчего? Малодушный. Сребролюбивый. Сребролюбивый, это да, это да. Мысль можно? Можно я еще скажу. Игнать Тихонович задал вопрос, что опаснее, малодушный или трусливый? И речь об Иуде зашла. Иуда был вор. Вот что опаснее, вор или обманщик? Кто ответует? А что так мелко-то уже пришли? Ладно, малодушный или трус? А вот, подождите, опасней, опасней, обманщик. Потому что ты не знаешь, когда он тебя обманет. А вор, понятно, у него написано вор. У него наколки, все, ты знаешь, ты закрылся от него, все. Также вот, мне кажется, и малодушный опаснее, чем трусливый. Трус, ну, он видно, он трусливый. Ты уже как бы, ну, а малодушный? То ли он струсит, то ли не струсит. Мне кажется, малодушный, вот он иногда может проявить великодушие, а иногда не может. Может, я не прав. У меня вот такое мнение. Я хотел пробить мысль Виктора, вот он на противопоставлении хорошо поймал, что великодушие и малодушие. Мне мысль пришла, что малодушие, оно может быть базой для разных грехов. Это как бы основное такое. И для сомнений, вот как он сказал, и для трусости. А трусость, это вот конкретное проявление малодушия в чем-то. Узкое такое. Узкое такое, специализация. А если исходить, что великодушие, то вообще человек великодушный и малодушный. Малодушие может быть ропотник какой-нибудь малодушный. Что-то не понравилось, уже ропотник. Ропотник. Сейчас инфернировать будем зайца. Ты чего дрожишь, зайца? Давайте на человека. Слово о человеке идет. Так и человек трусливый. Не малодушный, а трусливый. Это разное. Не просто так его трусят. Небольшое резюме к тому, что брат Сергей сказал. Ты говорила, можешь это подтвердить местом писания? Нет. Вор, обманщик. То лучше, то хуже. Не надо это сейчас надувать. Знаешь, да или нет. Признание в незнание открывает путь знания. Так вот, ты сказал, только выразил маленько неправильно. Это из Сирахава. Написано, вор и лжец оба наследуют погибель. Но вор из них лучше. Ты ответил правильно, все, но надо тебе указать конкретное место писания. И когда ты процитируешь прямо по писанию, вот тогда это имеет полную, абсолютно неотразимую силу. И указать глава и стих. Все враги легли перед тобой. Второе. Вы ни на одно место писания нигде не ссылаетесь. Я спрашиваю, ворак был трусливый или малодушный? Малодушный. Малодушный, но не трус. Он просто знал, что враги идут сильные. И уже много поражений было. Пришел Георгий и говорит, ты не пойдешь на войну, и я не пойду. У него малодушный. А он говорит, хорошо, я пойду, но победа будет уже приписана не тебе. Зачем мне это нужно? Главное, победа над врагами ради Родины. И что случилось дальше? Вы знаете, что главный враг их Сесара бежал. И на границе с Израилем, где у них там одна женщина. С чего она там была отдельно? Хутор построила. Шатер. Богатый. И к ней, видимо, относились те и другие хорошо. И он ей доверился. Сесара усталый. Забегает в шатер. За ним где-то погоня. Он уже с ног валится. И она его пригласила, дала ему молока. И положила в спину. Она не знает, что за ним гонятся. И тогда, когда он заснул, она поставила. Чтобы не промахнуться, она сначала поставила, как вот бывает в бою, где-то нужно поставить точно. А потом сверху по колу ударила. Если просто так, она могла щеку ударить. Она точно в висок написана. И вот эти гонщики. Она открыла шатер. Вы это вы ищите? Он на картине у Густава Дорре лежит в шатре. И вот за ним гонится мужественный вораг. Не трусливый, но он был малодушный. И вот в него великий дух это вселило только присутствие истинной пророчести. Пророческого духа не хватает в патриархии. Такая сила сегодня задействована. И эти люди, которые в патриархии сегодня считают 100 миллионов, из них им не набрать даже 100 тысяч. Это только оно название. А как же мусульмане? У мусульман все сужено до одной-двухи суры, которые они тоже не знают. Если кто изменяет мусульманству, зареш. Все. И они ничего не знают. Они склонились, это бойцы. Бойцы Мухаммада. Они готовы пойти выполнить любой приказ. Я с ними разговариваю. Я еще ни разу за 50 лет не встретил из них, который знал бы Коран. Даже называя ему места суры, он их не знает. Я должен только имаму, когда показываю, или мулле, ну тот знает, там считал. На них на такого натолкнулся, Мухаммад Мухаммадов. Настолько говорит хорошо, я на свой ролик перетащил, на форум. Это мужественные, крепкие люди, но абсолютно плотские. Там духовного ничего нету. Вот они склонились, сейчас Аллах Акбар, и каждый хватает кол, камень бежит, бьет, и Константинополь валится. Ничего нет, он не знает больше. А в Коране так много хорошего написано. Как помогать нищего, как кормить. Это все за бортом. Главное нам отстоять ислам. Это первая заповедь. Вот он, знаете, лучший боксер этот. Кого мы смотрели-то? Тайсон, Тайсон. А, Тайсон. Он сдает ему, 4 года за изнасилование отсидел, и там принимают мусульманство. Выходит уже муслим, его окружают, они все. Я только одно сказал, назад тебе, ходу нет, Тайсон, игра кончилась. Ты можешь менять сегодня баптистом, завтра быть буддистом, вернуться опять к даосистам, но попав в мусульманство, выход только на кладбище. У него заповедь, почему, который принимает христианство, они срочно где-то прячутся по сараям или выезжают. У него заповедь. Так это какая вера? Так это все взятое из Ветхого Завета. Храни себя от лежащей на одре твоем, на налоне твоем. Если скажет тебе, пойдем к другому Богу, да не пощадить его рука твоя. Он Мухаммаду ничего не сделал хуже, чем Моисея. Но тогда это было своевременно для закрепления Бога данному народу, Бога данной заповеди. Здесь к этому не относятся, он просто на себя взял. Если кто не со мной, тот против меня, Христос сказал. А коммунисты сказали, кто не с нами, тот против нас. Но это большая разница. Вы не Христос, во-первых. И цели разные. Так что малодушие, это состояние души, тут как говорили. И это зависит не от трусости. Вораг не был трусом, но он был малодушен. Вот и все. Значит, малодушие более опасно. Трусом можно сделать героем. Очень даже. Собака даже бывает, кто ее дрессирует, она делается смелой и сильной. А нет. Малодушие человек, он все начинает вымерять. И думает, нет, это никак не пойдет. Малодушие порождает трусость. Он тогда трусостью покрывается, только с большой буквы трус и предатель. Малодушие. А вот великодушие, они сказали, к этому абсолютно не относится. И сравнивать нельзя даже было. Великодушие, далеко прощающее. А малодушие, это состояние души, которое предполагаемые болезни. Он сам мужественный. Но думает, а там их сто. А там люди великорослые, как деревья. А стены высотой до неба. А там не малодушие. Они не трусливые были. Они ходили, обошли. Там герои были, все герои. Труса ни одного не было в 12 саглядатах. Но они были малодушие. Они сеяли в народе страх. И все испугались, пойдем назад. Только два сказали правду. И Господь вынес вердикт сразу. Все погибнете. Все, которые боялись малодушия, и которые малодушен, заселили сердца людей. Ни один не войдет, кому выше 20 лет. А до 20 лет это совершеннолетие было. Все. С нами Бог, эти двое говорят. Так как? Это величие духа, величие. А великодушие, это умение прощать ошибки, ну снисходительным быть. Ну кто не падает, ну с кем не бывает. Великодушие вот куда. К этому вообще не относятся. Кто не согласен, возражайте, пока не вышли, иначе не выпущу. Ну то есть вопрос был задан. Малодушие и Турсус в чем различие и что общего в этих понятиях? Все рассуждали, уже сказали. Малодушие порождает Турсус. Ну в общем-то и об этом тоже говорили. И что опаснее? Места писания в Араке отлично приведены. То есть там были герои. У Варака были герои. Они пошли, они победили превосходящую силу врага. Но он был малодушен. И малодушие его подкрепилось присутствием пророчицы. Вот чего сегодня не хватает малодушной патриархии. И всем, которые не выступают. Они малодушные. И когда я выступаю, я говорю, я не люблю патриарха, как они любят. Я по-другому его люблю. Я хочу, чтобы патриарх был в районе. Один ответ. А они начинают меня, как говорят, хвосты в гриву долбать. Я люблю. А вы такой раскол ведете. Вы, батя Игорь, раскол ведете. Какой раскол? Все раскол это на черепках валяется. Когда сам патриарх сказал, состояние церкви духовной развалины. Ну а вы могли бы это? Я ничего не мог. Я знаю путь. Я абсолютно точно знаю. То, что сегодня делается, это с мощами они там эти, с покойниками возятся. Это религия смерти. Некрофилы. Все мощи взять и похоронить. Прекратить всякие паломнические поездки. Все силы бросить на издание Новых Заветов. Всех послать на благовещие. Исполнить любви. Никого не гнать. Сейчас вопрос задают. Этот Познар задает. Говорит, ну а почему евреев, 80% евреев мирового, жило в России? Ну, с Польшей. Потому что Польша-то была здесь. Туда больше всего. И тогда говорят, это отец Демитр. Потому что здесь самые благоприятные условия были. Ну, вот так. А Познар ему легко и говорит благоприятные. А скажи тебе, бей жидов, спасай Россию. Это чей навар? Откуда? Этого нигде не было. Дальше. Вы говорите об Одессе и другие, которые погромы были где. Это чье? Да царь, батюшка, мог прекратить в один день. Вызвал министр внутренних дел под роспись. Еще хоть одного еврея пальцем тронете, вместе с жандармами будете висеть на одной веревке. И все кончилось. У Петра Первого бы не заиграли бы. У Ивана Грозного. А здесь в одном месте. Давай союз русского народа. Оседлость им. Ему тогда уже Витта говорил. Вы сделали оседлость. Евреям-то. Но не дай Бог случится революция, все евреи потянутся в революцию. И все так и произошло. Почему Витта не канонизирует? И опять же, мы вспомним Петлюру, гражданская война. Хотя бы Петлюру. Убивали евреев, любых. Он как Гитлер поступал. Евреи все рубили шашками тут же. А как у Гоголя? А откуда они взялись-то, эти люди? Это 18-й год. Не на Угоголя. Тарас Вольфа, считай. Что там написано? Ну а там вообще 1750-й год. У евреев было здесь... Да не поэтому. Почему их было много здесь? Они ответ даже не знают. Зачем отнимали у них книги? Они книги для них священные. Мы должны быть благодарны евреям, чтобы получили Библию. Великое преимущество быть евреем. Во всех отношениях. А наипаче, более всего, то, что они сохранили Библию. И сохранили так, как ни один народ не смог бы сохранить. Сейчас печатают даже Евангелие, Библия. Разной переводы у евреев этого не было. Ведь они что? Всех евреев подняли во всем мире. Найти до единого экземпляра Ветхого Завета. Тогда нового не было. До единого. И что? Изъять. Еврею и евреи отнимали. Но мы тебе обещаем, мы его вернем. И все до одного экземпляра сверили по оригиналу. Это вообразить нельзя. А как сверяли? В каждой строчке количество букв. И на полях писалось. В каждой строчке сидели юноши, семинаристы и считали. Какая должна быть ручка? Из чего чернила? У них строго решительно было. И вот пишут, и три ошибки если допустил, а пишут, то Ветхий Завет, все, свиток подлежит уничтожению. С ошибками не играли. И когда сверили, все, это они сверили. Этот масорецкий, особенно вот Тишиндорф, который нашел синайский манускрипт, это же мы оттуда имеем перевод так. Мы даже день и ночь Богу быть благодарны, что евреи сумели сохранить Слово Божие. Они подыскиваются под них. Благословен Господь. Дай Господи им доброе сердце, чтобы они нашли Тебя, Мессию и Бога, который пришел и которого они не узнали. Пришел к своим и свои не приняли. Лескова, видать, не читают они тоже. Лесков такой популярный же, в общем, писатель. Кто? Ну, Лесков описывает про евреев тоже, как, какое благоприятное, ничего себе. Да такого, как перед Россией, нигде у евреев не было. Такого деспотизма против народа, который, в принципе, ничего еще для России-то плохого не сделал. Только заранее. Как и для Гитлера, кстати. Заранее, как бы, он уже обезопасился. Какие умы. И они столько зла сделали. Гитлер проиграл, потому что на два фронта воевал. Не поэтому. Потому что тронул евреев. Я абсолютно точно знаю. Ни один правитель не останется на месте, если он трогает евреев. Ты детям своим накажи, никогда не проклинай эту нацию, а желай ей блага. И все, что о них говорят, вот идут войска, маршируют, везде едут маршалы наши, и нам написано, защитим яхту Абрамовича. Идут войска Российской Федерации. Ничего, смешно, конечно. А смотрели, это день, который перевернул мир. Такая есть, который потрясает мир. День. И берут такие дни, ну, когда какое-то изобретение или что, и показывают о Германии. День, который потряс Германию. Это там 10 ноября 1938 год. Сейчас кого спросить, никто не знает, что там было. А что такое там было 10 ноября-то? Да подиавтодавров. Это, нет, это же, это тот самый день, когда принято было последнее решение. Это уничтожение еврейского народа полностью. До этого они были в концлагерях, их, конечно, убивали, все. А вот в этот день начали целенаправленно уничтожать евреев. И это все было потому, что какой-то еврей во Франции убил посла. Ну, а он там помер, как этот, Гитрих какой-то во Франции был. Именно в этот день. И как только он умер, то Геббельс попросил Гитлера, и там у них была как раз уединенция. Все выше, верхушка была СС, гестапо, это сидели. И Гиммлер выступил со своим обращением. У него там было несколько пунктов, как это все делать. И в эту же ночь начали убийства евреев. Начали их прям убивать. И там показывают уже все это. Вот это для немецкого народа именно этот день явился решающим. Это был последний день, в общем-то, власти Гитлера, на самом деле. А что? Я сказал, что автодав. Почему сказал, что нет? Автодав? А что? А, это массовый газовый гампер. Начался геноцид. А, геноцид, да. То, что сегодня массовое сожжение, уничтожение евреев в печах. Ну, это нераспространенное к этому делу. Геноцид, это, да. Это аутодав. Аутодав. Это ближе к инквизиции, да. Ну, я подумал, что еще. Ну, я тоже что-то подумал, думаю, как... Не понял вас. Так что попросить. Это Нерон практиковал. Это вы прям нас... Ну, и что, посчитай еще. Да, 19 глава. Ой, 19 стих. 12 главы. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горячие уголья. Толкование. Здесь требует от вас высшей степени любомутрия. Что я говорю, рассуждает он. Должно жить в мире. Я повелеваю даже благодетельствовать. Сказал, ты соберешь ему на голову горячие уголья, снисходя малодушию, оскорбляемых. Ибо всего приятнее для человека видеть врага наказываемым. Как бы так, говорит он. Ты желаешь отомстить ему, врагу. Благотвори ему. В таком случае ты отомстишь ему гораздо сильнее. Поэтому и сказал, соберешь ему на голову горячие уголья. Обозначая этим сильное наказание. В этом смысле и выше сказал, дайте место гневу Божью. То есть, как бы повторно уже разъясняет. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. 21 стих. Здесь показывает, что мы не должны питать врагов такой мыслью, что привлечем на них большее наказание. Смысл этого таков. Не будь побежден злом. То есть, делай это не с намерением отомстить. И не подражай делающему зло. Это значит быть побежденным. Но старайся более победить его благотворительностью своей и отвратить его от злобы. Итак, сказанное выше высказал к одобрению, к ободрению малодушных. А теперь предложил совершеннейшее. Но это совершеннейшее нас привело к тому, что мы сейчас знаем о христианстве все. Потому что в конечном итоге семенем христианства явилась кровь тех мучеников, которые стояли за веру до конца. Именно благотворя своим гонителям. Церковь в одно время полностью вообще обновилась. Это мы смотрим, когда было гонение сильнейшее в Карфагенской церкви. Это 250-й год от Деки. Больше года, почти два года было страшное гонение. Церковь перед этим 40 лет благоденствовала. Ее не гнали правители. И появились не просто малодушные люди, а, будем говорить, лжехристиане. И церковь буквально за эти два года, меньше даже, очистилась вся. И многие-многие мученики того периода, они обозначены в житиях святых, они из малодушных стали... Твоим словам добавить. Исквенно верующим. Писатель был такой, Бальзак, у него есть хорошее выражение, что из всех посевов, принятых землей, кровь мучеников дала самый обильный урожай. Самый обильный всходный, да. Но думали ли они о том, что взойдет этот их посев? Я думаю, что они были верующими, и это к ним не относилось. Видите, опять же, это опять относится к малодушным людям. Но я так понимаю, что вообще малодушные люди здесь, о них что-то вот стало последнее несколько стихов, это как вот эти самые немощные, немощи которых приходится нести этим самым великодушным. Или истинно верующим христианам. Тех самых, о которых тут апостол Павел как раз говорит, что немощный ест овощи, а сильный ест все. Можно так сказать. Но он не ест все, а несет все. Он все понимает, вот будем так говорить. И все это обращают на служение Господу. Поэтому, кто малодушен о себе, знает это. Принимайте этого внимания. Если вам очень охота победить врага своего, вот обращайтесь к Господу. А это очень московская патриархия нужна, я хочу сказать. Ну, если у нас 50%, вот и меня это интересует. Если у нас 50%, как примерно ты определил, что малодушных у нас вот так, это половина людей, как это выражается? Посредством чего у нас это выражается? Ну, сколько сейчас вот здесь вот на занятиях людей? Ну, это может даже не от малодушия. От великодушия? Они вас тут оставили, занимайтесь, а потом спросим вас. Я говорю, ну они старенькие какие, они 2,2 сидят, они досидели вот в этой, встали, конечно, ушли. Так они 10 лет назад так же не сидели. И 20 лет они так же не сидели. Помните, мы были, когда ходили с Любовью Николаевной к адвентистам? Сестры, к адвентистам кто ходил? Ты ходил, да? Бабушки там. Игнать Тимович, вы были? Бабки сидят. Старые. Я потом говорю, если бы я эту бабушку увидел на улице, это чисто православная бабушка. Вот так вот платок завязанный, все чисто православная. Юбка такая вот, движется вот таким комком, мешком, таким кулем. Но только вышла женщина и там, сейчас будем говорить о царе. И они все берут Библию, бабки, чук-чук-чук-чук. Она еще место Писания не сказала, они уже о царе открывают. Они знают, где о царе. О каком царе сейчас там спросить? Где о царе? Они все как зашуршали. Я такой, как голуби вот впереди. И бабки, главное. Вот это вот меня вообще поразило. Я потом вышел, я говорю, я поражен. Как любят Библию они. Ну, у нас мы проводим этот концерт и берем библейские сценки. Не разбудите. Ну, чтобы прославить Христа. Его, ну, как бы, в общем образом. Потом спрашиваем сестер. Понятия не имеют, что они видели. На следующий концерт мы уже начинаем толкование давать. Это вот о том-то, о том-то сцена. Это вот то-то, то-то. Вижу, головами закивали что-то. Ну, что Библия, хоть это слово. А перед этим первый концерт был. У нас не было ничего. Просто читаем все, и никто. И не понимают многие. Я потом подходил, спрашивал. Не знают, о чем речь шла. Ветхий Завет не читали, то есть. А уже все, рожденные свыше, уже все себя считают. Уже на сатану наплевали, нахаркали, насморкали. Все. Теперь сатана с ними рядом ходит. Они думают, что все верующие, все немолодушные. А теперь ее тянет муж там или внуки там готовить им борщи, супы. На таких вот костюмахах. Это все нормально. Это христианство. Я же ему угождаю. Это же ближний мой. Совершенно все вот так перечеркнуто. Ну что, говорите, если наши самые известные сестры, вы их очень хорошо знаете. В общине. Я с ними разговариваю. После того, как мы разбирали несколько занятий, книгу «Во свете дня» Салаухина Николая. «При свете дня», да. Или «Во свете» или «При свете». Владимира Салаухина. Владимира Салаухина. Ну, книга просто изумительная. Ленина и всех большевиков прям просвечивает насквозь. Еще там такой рисунок хороший. Вот это. С одной стороны череп, а с другой стороны вот это вот ленинское. Ну, замечательно. Разговариваем с ними. С сестрами. Ну, там все о Библии. И потом говорю, вот там о Ленине. А Ленина нельзя трогать. Чего нельзя трогать? Да как это Ленин же, он нашу вот эту, он страну такую поднял там из руины. Да как кто? Руина опустил-то это все. Вы что, не знают? А Сталин? Ну, Сталин там может что-то и было. Но тоже ничего. Он войну же выиграл Сталин-то. Вы что? Это наши сестры. Наши родные сестры. Я не знаю, как вы еще к этому относитесь. К Ленину, да к Сталину. Сколько уже его можно перетирать кости. Он там в гробу вот так пропеллером работает этот Сталин. Сколько я уже тут его перетирал. Да Игнать Тихонович, сколько ему досталось уже. Солженицын. Помоги ему, Господи. Так что, малодушных хватает. Это я вам точно говорю. И то, что люди уходили у нас 22-й годовщины общины, не прибывали, с собой не привели никого еще из родных и близких, а уходили. Это говорит очень о многом. И как сказал брат Николай, как говорит Игнатия не будет, вы как по помойке разлетитесь в воробьи. Это оно их ждет. И может быть, это будет самое правильное уже. Это очищение при детии. Но если чуть раньше оно не придет. Может быть, Игнатия Тихонович увидит, как это будет. Как разлетятся эти воробьи по помойкам. А помойки это что такое? Это столы, которые наполнены не истинной и правдой, а отвратительной блюотиной. Вон они, там они все. Воду черпать, да в прорубь нырять, в трусах и в бюстгальтерах. Без бюстгальтера просто идут и висит у них все. Снимки. Просто здесь вот маленький треугольничек. Больше ничего у них нет. Даже креста нет, сиськи висят. И вот здесь, а за ней идут мужики. Все нормально, крестик. Никакого бюстгальтера нет. И спрашиваем, ну спрашиваем. Брат снимает нас, а мы уже раздали все визитки. Я говорю, вот ты хоть, Володя, там-то был, он не был. Я говорю, ну пойдем сейчас туда. И раздаем прям, идем по очереди. Все, он снимает. И у нас зашел с братом диспут. Чего они все столько стоят, туда жмутся. Смотрим, ничего нету. Одна прорубь. Ну за здоровьем, наверное, больше ничего. Давай выясним это все. И начали, брат начал вопросы задавать. Интервью, брат, у людей. Чего стоят? Самый, правильно один ответил только студент. Конечно, говорит, за духовным. Ну и за здоровьем тоже. Второй раз, говорит, стою. Здоровый такой парнишка, крепкий. Я говорю, вот правильный ответ. А где, говорю, слышал-то, в церковь подиходишь? Хожу. Да, в церковь слышал, в церкви и говорили. Отец Дмитрий Смирнов говорит. Я 30 лет, говорит, священником. Но 25 лет не задумывался. Скольких я спрашивал, за 25 лет не встретил ни одного, ни одного. Кто ответил бы правильно, для чего он крестится? Не один из трех соток, как Сыпенникова. А ни одного за 25 лет. Уже ближе. Я это самое делал в разных местах, в разных городах. Ни одного тоже не нашли. Ни одного. Но одна, правда, такая бойка, бабенка. Я говорю, зачем вы крестились? Она так подозрительна. Я говорю, что я папу мало сунула. Ну, я говорю, я не знаю, но идет где-то. Ну, а все-таки почему? Она не ответила, а подруга идет. У нее, говорит, АБХС занялась проверкой, она директор ресторана. И ей сказали, ты не крещеная, поэтому на тебя все блохи и лезут. А ты покрестись, и он, сатана, АБХСник отстанет. Это один недавно рассказ писал, тут Бушунов, что ли, в краевой администрации разговорились. А я в Бога совсем не признаю. И совсем не верю. Да, конечно, нет, мракобесие одно. Ну, ладно. А везде там стоят, там эти, наблюдают-то где-то. И он только что переспорил с ним. Этот от него вышел, а тут ему товарищ звонит. Тут, говорит, проверка из АБХС пришла. Господи, пронеси мимо. И не верующий. Сразу. Все. Замерил. А когда еще интервью давали, то там одна женщина, она проявила очень сильную активность. То есть, сначала попали на молодого человека, он нам все рассказал. Потом оказался, типа, толстовцем. Мама его привела здесь, посмотреть, как он будет погружаться. Потом спрашиваем, а кто из женщин? Ну и женщина стоит в спортивном костюме. Я такая, я подозрительно. А потом мы начали вокруг, там спросим, а она слушает. И она послушала, а потом говорит, я что-то, говорит, не пойму, какие-то вопросы. И так подозрительно, как этот, Иван Васильевич имеет профессию. А вы скажите, вы этот костюмчик, бельметы с собой, а эту камеру, камеру с собой это у вас, она. И так же она тоже. А что за вопросы такие? А потом, он опять что-то спросил, а как вам вообще в голову такие вопросы приходят? Она спросила. То есть, у людей, вот стоит толпа тысячи человек, тысячи, не побоимся этого слова. Идут туда, зачем-то погружаются, никто не знает зачем. И у нас в голове должны возникнуть другие какие-то вопросы. Она назвала мои вопросы глупые. Глупые, да. Ну, она глуп потом сказала, говорит, какие-то... Ну, в очереди в этой. Ну, зачем пришли ко местицию? Просто зачем вы пришли туда нырять? Ответа нет, поэтому вопрос глупый, конечно. Ответы не получили. Она констатировала, потом в конце она говорит, вообще глупые. А он говорит, а что такого-то? Она говорит, глупые какие-то вопросы. То есть, она не глупые, хотела сказать, а они никчемные. То есть, всеми так понятно, все видите, толпой стоят. Значит, вы как все, остановись сюда, вместе со мной нырнешь. Прямо в обнимку пойдем. А вот на этом... Тогда не глупо будет. Да, тогда не глупо будет. На этом ролике, который у нас, Святейший Патриарх, куда вы нас ведете? Святейший в кавычках. И показывает, отпевают они где-то, и камеловки, священники, стоят виды и романахи, священники. Море, вся площадь одними романахами. А одни священники. У меня мысль только одна. А в это время яговисты от двери к двери по двое идут и идут и идут. Тут столько грамотных людей у всех семинарий, академии. И они торчат, в это время машут кадилом, царство небесное. Такой рев неприятный у диакона. Не знаю, что мне так не нравится. И главное, включается сам. Я включаю компьютер, он сам без включения ревет. И ревет, я его скорее еще и выключаю. Не поймешь ничего. В горле, как будто бочка с жиром клокочет и все. Ужасно. А в это время идут сектанты от квартиры к квартире. Идут и работают с людьми. Это огромная толпа попов отдельно. И они ничего не делают. Только создать вот этот антураж. Они выступают, когда на сцене. Но надо там нарисовать панно, задний фон где-то. И это там патриарх один. У него этот куколь, или кукла, там не поймешь что. Но другие это, что они думают, смотрят-то. Жизнь-то идет другим путем. И все о покойниках кого-то. Люди, которые богоматерно умирали. Вот сейчас я готовлюсь. Вышел ролик, надо смотреть полтора часа. Это большой ролик очень. Обыкновенный. Аварии на дороге. Документальная. Авария, авария, авария. Я смотрю, когда авария. Блин, машина в бак друг друга. Дальше переворачивается там в лепешку. И все. Ударила. И последние слова матерки. Матерки. На два слова, на три, на четыре. Но одни матерки. Ни одного. Нету, чтобы сказал, господи, прости. И вот только бабах. И только мать. Опять. Опять. Ой-ой-ой. Еще аварии нет. За секунду только матерки. И он погибает. Вот со мной сидел Лозен. Преподаватель второй группы космонавтов. Он говорит. Гагарин записан на него. Когда погибал. Последнее. Все. Ну все. П. И теперь. Отлетал. Говорит Юрка. Комаров, говорят, тоже, когда разбился, там, ругался. С Кернославичем. На Брезнева там. По-другому не может быть. Даже я все время молюсь. И когда у меня случилась авария, то я не заматерился. Но я и не замолился. Если бы там записывающее устройство было, оно бы услышало такие слова. Этого не должно быть. Так не делается. Я начинаю еще там умом решать. Машина уже кренится. Уже мы пошли под откос. Уже переворачиваемся. Моего голоса не слышно. Экран пошел вот так вот. И я скрылся под обломками. И все. Женщины даже попадают в ДТП. А? Женщины. Женщины за рулем попадают в ДТП. А вот я хотел... Да мы сегодня слушали документально. Только документально. Допустим, мы просмотрели 100 аварий. 100 матерков. Ну все. А как это записывается? Ну, видеорегистратор. Можно еще вспомнить? А священники всегда говорят. Ну, вы отпеваете, не знаете, как дедюшка погиб там. Ну, как там Бочинский. Кто знает, может, в последнюю секунду покаялся. Ну, на каком основании покажите. Когда я молюсь день и ночь. Молюсь, ну, минимум 73 года молюсь. И у меня молитва как выщелкнула ее перед аварией. Я сидел, молился. На машине начала кредит, из меня молитва вылетела. Я произношу вслух. Так не должно быть. Или не вслух. Про себя сейчас не скажешь даже. Этого не должно быть. Наконец слышу треск. Погатство сознания. Я на той стороне. Никакой молитв. Шофер меня не может найти. Он больше меня испугался. С него кровь течет. Он меня найти не может под обломками. Вот и все. Это надо посмотреть. И я вот смотрел. Почти везде можно было избежать аварии. Редко-редко где нельзя было избежать. На повороте, на площади, на полной скорости. То есть, другой. Бабах. Вверх ногами пошла машина вот так вот. Небольшая, с большой, с маленькой. Всякие разные варианты есть. Реально сняты у них шли съемки. И там ни фильма, ни каскадеров, ничего нет. И только обломки летят, бьют. И показывают смерть, снятая в натуральную величину. Вот так идет навстречу машина. И с нее кирпич сорвался. И видно, маленький так летит, переворачивается кирпич. И прямо бьет через стекло. И рядом женщина. И травма несовместимая с жизнью. И это все аппарат заснял. Потому что он все время у нее снимал. И прямо везде, везде, везде вот это показывает. А шофер пролетел, он даже и не знает, что у него из кузова вылетел кирпич. Но его вычистали, нашли. Ну, а что мы виноваты? Так загрузили. Мы едем. Едем, дорога ремонтируется. Ремонтируется прям непрерывно дорога. Скажи, едем нормально. Машины, дым, гравий. Ну вот проехали, дорога чистая. Скорость прибавили, дождь идет. Дорога вымытая. Навстречу машина. Бац! Стекло, стекло лопнуло. Откуда, когда на дороге песка? Даже песка нету. Я говорю, может они в окошко выбросили какой-то камушек-то? Болт бросили прям специально. Я говорю, может специально бросили. А те говорят, ну нет ничего на дороге. Небольшая машина. А как они попадут-то вам? Ну как? Ну встреча, это очень просто в стекло попасть. Встреча машина. Нет, ну я могу так сказать. Вот мы ехали на мотоцикле, я в коляске сидел. И КамАЗ мимо проехал. Проехал КамАЗ, и из-под него вылетел вот такой камень. И мне попало прям вот это солнечное сплетение. И я потерял сознание, в коляске ехал. Так у меня тут еще накрыто было, и в шубе тут было, и в очки тут все. И вот так вот, да, шуба спасла. И удар такой. И раз, и отключился, обмяк. Ну хорошо этот сотоварищ мой сзади там еще один сидел. Видите, что-то я обмяк. Не понял, вы меня, давай тормошить. Начнулся вот такой камень. Хорошо, про что я говорю? С кем это было? Кто ехал за рулем? Главное, что едет до встречи эта машина, ну как наша газета. Там негде даже как-нибудь. Игорь Тихонович, почему вы так вот говорите? На машине, на дороге, на любой дороге, пусть она вылезана будет, все равно найдется что-нибудь. Все равно что-нибудь найдется. Тут долго шел дождь. И главное, что-то не имеет значения. Для меня просто удивительно. Я не спорю, но главное, где ехали камни, ремонтируют дороги, ничего не делали. Обгоняли нас на встречу, ничего не делали. Знаете почему? Потому что там, где ремонт дороги, всегда снижается скорость. А здесь как раз скорость набрали. А эта вот газель, которая напротив вам, у ней двойные колеса тоже сзади, как у вас. Она ехала, тут какой-нибудь треугольный камушек между колесо, радиальное. Ну интересно, чтобы она не раньше, не позже. И кстати, у многих так, я знаю, у многих, и в хороших иномарках, лопнутое стекло. Вот сейчас вот ко мне подъехал зам как раз. Я вижу, у него вот так вот стекло лопнуто. Форд купил новый. Я говорю, я не понял, ты же на новом уже. Что с тобой? Где-то врезался или что? Он говорит, понятия не имею. Мимо машина проехала. Говорит, уже проехала. Щелк, говорит, смотрю, вот так лопнуло. Что, говорит, такой, не понял тоже. Это намек, что готовься к смерти в любой момент. Ну может и так. Может и так. На улицу выходить нельзя. Ну, в эти видеоролы, да. А можно еще замечания хотел сказать. Как раз вот они рождаются в таких наших беседах. Ну, как бы сравнение. Вот раньше, крестный ход, который прошел-то, туда-обратно, мы его все время наблюдаем. И я думаю, что такое? На что он похожа? Как люди вот идут вот этими плотными рядами. Я же рассказывал. Пять рядов проходишь. Вот они сначала как идут? Сначала мощные послушники с хоругиями. По краям они идут, вот одеты на шубы у них. И они так тебя рассматривают. У них бород нету. Внимательно по краям, чтобы никто не подходил. Ну, они прошли сами. Ладно, никто не подошел к ним. Но я так визитку держу, но никто не взял. Потом идут священники. Идут. Кто отворачивается, кто еще. Много их проходит. Потом идет епископ. Епископ крутится, как волчок. Почему? Ему надо всех брызгать вокруг. Потому что люди-то идут с крынками уже туда на прорубь. А он уходит. И он вот так туда-сюда у него такая перчатка. Она вся вот так вот полностью рука залита у него водой. И он туда опять. Раз, а этот такую здоровую чашу держит. И он вот туда-сюда. И он, надо ему улыбаться. И его там приветствовать все. И вокруг, вот как бы полукругом вот так он там становится. И тут пять рядов людей. И по их лицам, и потому что они визитки никогда не берут, видно, что это суровые православные. Очень. Они за епископа будут горой стоять. А потом только закончились вот эти вот. И сразу люди начинают раздавать. И вот это, меня прям туда-внутрь затянули. А у меня вот такая пачка визиток была. Я так раз разделил на две руки. Вот как Игнатий Тихонович голубей кормит. Ну ты его, я не знаю, на него должно быть заснято. Вот так люди как набросились. Которые за этими пятью рядами. И они вот все расхватают. И все. Последние только цоп. А где нету? Говорю, сейчас я возьму. Пока я говорил, они все ушли. И вот интересно, они как комета идут. То есть сначала вот это ядро, епископ там, вот эти священники. За ними немножко вот людей. А потом хвост. А потом такой хвост. Люди вот так вот рассеянные. Там, там. То есть они как вот говорил. Как этот, пророк. Как по холмам, говорит, рассеянные овцы. И нету, говорит, у них пастыря. Вот так вот люди такие. А у коммунистов как было? Всего один знаменосец спереди. А сзади уж толпа идет плотная. И там километра не видно. Не так в православии у нас совершенно. Поэтому то, что вы сказали, там сто тысяч они наберут. Может и сто тысяч, и даже и десяти тысяч не наберется-то. Так вот из твоего рассказа следует вывод сделать, что чем дальше от епископа, от священников, тем народ проще. Хотя они рассеяны по полям. Они берут. Они спрашивают. А которые рядом с ним, они ничего не берут. Они могут только лгать. Как сейчас вот этот ролик появился. Манкурты с Кемеровской епархии. Это о нас. А что они с нами делали? Вот и все. Поэтому сегодня пророчества можно рассматривать в положительном смысле. Хорошо, что они рассеяны. Хоть кто-то послушает. Нина Александровна. Так, ну еще молиться? Да, сейчас. Последняя. Можно рассказать прямо чуть-чуть? Только чуть-чуть. На этой неделе мне был звонок из Германии. Первый раз в жизни мне позвонила Татьяна. Татьяна это Валентины дочка. У нее такое тяжелое было настроение. И я как поняла, вообще ее духовное состояние было тяжелое. И она у меня спрашивает, Нина, расскажи мне, как воспитывать детей. Мои дети уже подросли. Ну, у нее есть и Света. Помните, у нас крещение принималось? Рыженькая. Рыженькая, которая совсем в церковь не стала ходить. Потом у нее мальчишке одному 13 лет, одному 9. И Лизочке, ну, первоклашка вот такая, вот такого возраста. С детьми всегда мы занимались, дома занимались. В церковь всегда ходят, ходили. И сейчас ходят, но только идут они сквозь слезы. И идут тогда, когда дома перед этим произойдет, ну, какой-нибудь серьезный разговор. Что доведут друг друга до, ну, до такого состояния. И пока кого-то там она не потащит. Что мне делать? Я говорю, знаете, у меня опыт нулевой, поскольку я уверовала уже в возрасте. И сына я воспитывала не в таком духе. И теперь я уже это потеряла все. И у меня советов моих личных вам нету никаких, поскольку я не имею опыта. Он у меня нулевой. Но у нас есть, я говорю, мамаши с дитями, которые как-то занимаются. Я говорю, твоя мама знает. У нас много в интернете поставлено роликов, там я сказала, где о воспитании детей, о лагере зайдите. Вот тот и тот я и посоветовала, где, куда зайти и что. И еще дальше. А я говорю, я вот с нашими мамами поговорю, приду вот в воскресенье, то есть вот на сегодня. И спрошу у них советы для вас. Что они скажут, я вам тогда передам. Ну, сегодня я у одной спросила, она никакого не дала. Она говорит, я сама своих детей только вот так веду. Что с ними будет, не знаю. А вот с Настей поговорила, Настя отдала хорошие советы. Говорит, всегда надо дома молиться. И не по молитвослову, а своим домашним языком молиться на уровне детей. Чтобы дети понимали, на каждый вот случай жизни, вот что бы вы дома не делали, надо молиться. И так, чтобы дети слышали, что вы молитесь и о чем вы молитесь. Вы помолились, потом начинаются какие-то, ну, дома там дела, там какие-то события у них происходят. И вдруг вы замечаете, ну, ребенок там ушел или пришел. В это время обязательно надо поблагодарить. И опять поблагодарить Бога. И так, чтобы ребенок это тоже слышал. И он, и он будет, это у него, говорит, все вот сюда вот откладывается, когда своим домашним, родным им языком вот эти молитвы говоришь. И у них это все откладывается. Вот это Настя дала вот такой совет. А остальное я ее отправила туда, вот этот в интернет. Ну, сегодня слышу, вот вы сказали о том, что вы сегодня зашли и указали им на страх Божий. Может быть, вы что-нибудь скажете. Они сегодня будут искать нас опять в интернете. Они будут заходить, Валя, потому что каждое наше собрание, каждое наше занятие она просматривает. И я говорю, я живу сейчас вместе с вами. И, конечно, сегодня они нас будут искать. Мне хотелось бы, чтобы вы для Тани что-то сказали. А произошло еще у них такое важное событие. Вы помните, их отец Арсений, Артемий, отлучил от клироса Екатерину и Валентину. Татьяну же оставил на клиросе. И Таня осталась как бы между батюшкой и между своей семьей. Вот и туда, и сюда. Не туда, не сюда. Вот это вот. Я вопрос вот этот не случайно задала. Молодушь ей, отрусости. Что-то здесь вот связано. Может быть, у вас найдется что-то сказать. Я вчера только прослушал видео, что на этот вопрос отвечает Патриарх. Он прямо по этому вопросу. Почему дети, когда подрастают, вот уходят, и что нужно сделать? Он говорит, почему мир поглощает. Там особая система ценностей. И он такими словами говорит, ни одного божественного слова нет. Вот система ценностей привлекает мир. Он хочет перед своим выглядеть так-то. Даже ему не нравится, он не идет. Мы должны, значит, наоборот сделать, ни одного евангельского слова. Полностью. Я думаю, ну уже в конце скажет Патриарх. Ни одного евангельского слова. И слово Христос вообще не упоминается. Вы этим детям, если имеете возможность, уделите внимание хотя бы полчаса. Больше пока им не надо. Давайте сядем, позанимаемся. Слово Божие откроем. Дай им понятие о страхе Божьем, о конечности этой жизни, о Слове Божьем. Ну и заранее посмотри, что-нибудь прочитать. А если ничего нет, подряд открой и прочитай. Вот это вот, это будет главное. А где они прописаны, где они будут, вам никогда их не переправить. Никогда. А что делать? Отступись. Они приговоренные. Вот и все. Ты только скажи, что есть путь, главное. Там несколько предложений. И далее проси все время Духа Святого, чтобы Дух Святой вразумил. Дал страх перед Богом. Не бесстрашие. Вот сектанты, то там много, то другое. Все это за счет попустительства. То есть, это все лжец сеет там. Это можно, посты не надо, кресты не надо, храмы не надо, священников не надо. То есть, он ничем не отличается. Вот эти адвентисты были, девчонки стоят, брючишки у них, чуть не в одних трусах стоят. А с сережками там, что угодно. Они ничем не отличаются. Ну главное, я теперь не воскресенье, а субботу праздную. А там мне создается уют, там создается игра. Они приходят, такие игры устраивают. У католиков было, чтобы людей привлечь, он сделал так, затемненное, и девица прямо на фоне алтаря, стриптис, как она раздевается, как показывает тень. Ну, по крайней мере, люди, молодежь стала приходить, священник говорит, смотри, весь храм у меня наполнился. Но с чем он наполнился? Кем? С какой целью? Он бильярд принес, чтобы бильярд был здесь. Ну, стали, правда, приходить. Карточную игру разрешить. Это можно привлечь. Ты никого не привлекаешь. Твоя задача засвидетельствовать, что готовится пир, брак, сына, царя неба. Матфея, 22 глава. Нам в обязанность и обращать никто не станет. Наша задача возвестить. И когда я говорю, что вот если бы, ну, Путин, мы мой друг, и вот он пришел бы и сказал, что тебе надо? Да прости, я пока президент, я могу многое сделать-то. Ну, кое-что он не может. Там в офшерном предприятии перевезти в Россию, он этого не может. Все уже разворовали Россию. Я бы сказал, Владимир Владимирович, если можешь, ну, подскажи там своим на РТИ, везде, чтобы они дали знать, что существует такой сайт. Библейский, православный сайт. К истине один народ руб. Больше ничего не надо. Так вы что думаете, что люди придут? А меня это не касается. Главное позвать. Они голову разбили, они... Вот у меня одна просьба была бы для любого правителя, чтобы люди узнали, что существует сайт, который приглашает на брак сыну. Все, моя задача окончена. А уже если кто обратится, буду... Меня не интересует, сколько посвящаемость сайта. Кто покается, это все от Бога, от Духа Святого. От меня зависит только одно. Возвестить. Идите и зовите. А уже обращать, это делает Дух Святой. И зовущий, все это от нас не зависит. Ничто. Вот и все. И этим детям скажите, я вам возвещаю путь истины. Мы временно, и мы умрем, есть ад и рай. Вы хотите послушать Евангелие? Они не захотят, твоя миссия выполнена. Все, иди, свои дела делай. Сажай картошку. А они приготовили это хворост под котлом. И все, на этом закончилось. Если я был мусульманин, я бы ему нож... Давай, принимай мусульманство. Прими. И все, газоват. Иначе я с тебя сейчас шашлык сделаю. И все. Здесь я ничего не могу сделать. Я разговариваю, я должен только показать. Существует рай и ад. И Христос умер за грехи людей. Возмездит за грех смерть. Мусульмане, буддисты этого не знают. Не барана спасают, а спасает Христос. Христос, апостол, молитва, это только средство, которое помогает душу настроить. Смирить эту плоть. А он не примел. Все, я освободен. Я тебе все дал, все. А ты поднялся, ушел, и община не нужна. Я за это не отвечаю. Как к человеку, мне огорчительно. Кто бы соблазнялся, за кого я не воспламенялся. Я скорблю, я плачу. И говорят, у тебя вот какое состояние? Вот Гаврилов отец, ну, был со мной. Как бы не он, то бы мне этого не создать. Это были высочайшие квалификации самородок по этим, тогда они компьютеры были, по магнитобору. Электроника. По всему. О, и вдруг его нет. Вот как вот вырван, и зуб, и не зарастает, и гноится. Я ничего не могу сделать. У меня не гноилось, я поболел, и все. Я поболел внутренно. Поскорбел. Умер, недопитая бутылка так и осталась. Начал обманывать. У него всплес был, пока он с нами был. И он так говорит, это мое самое лучшее. Даже Геннадий Яковлев, который убитый, яромонахом стал, говорит, самое чистое, что у меня было, это пока я у вас был. Мы начитывали архипелаг ГУЛАГ. История, не история, а трагедия русской церкви, мученики 20 века, в чем он еще, и М1, М5. Все. Поэтому, у меня там, моя функция, это очень маленькая такая. Я проеду, я скажу, я дам, не примут. Меня это не касается. Я должен прорваться туда. Дальше я не пустят. У тебя книги изумуты сожгут. Все, жертва для неба. Это мой труд. И расхищение имения приняли с радостью, написано. Я только поблагодарю Бога. Меня подожгли. Мой дом пылает. У меня библиотека лучшая в Алтайском крае, может, была. Я своими руками привез с Америки. И меня вызвали. Я подошел, и жена стоит на улице. Но она выскочила. Все. Я стою и молюсь. Горит. Двухэтажный деревянный дом. К небу идет. Я стою. И все на небо пошло. Слава тебе, Господи. А у меня сколько там было по Брайлю. Я снабжал, сколько библиотек давал. Все бесплатно. Бесплатно. И вдруг поджег. Там у меня нет числа, сколько было богатства, которые я раздавал, раздавал, раздавал. Ни за что, ни разу, ни одной копейки за всю жизнь взял. С 13 библиотек, кажется, создал только. Уникальных библиотек создал. И там, что у меня еще накоплено было? Мое. Новые книги, последние, до 7-8 тома было. И сейчас остались живые. А потом, что библиотеки остались? Вот в этой библиотеке тебе сколько дал там? Ну, вот это остатки. Бог так допустил. Я стою, дым идет, я молюсь. Господи, слава тебе. Да разве можем? Я, нацеплен, за все благодарите. На твоих глазах убили сына. Благодарю тебя. Вспомни, мать, она каждого буквально маховейская на костер возводила. Дети, вы получите отрубленные пальцы, отрубленные головы, выдавленные глаза. Вы от Бога получите не малодушенствуй. Даже если ты будешь малодушенствовать, Писание говорит, не малодушенствуй. А если ты струсил, грань существует. Ян Златоус подробно описывает. Тогда, когда вели на кайс, заставляли веревку держать в зубах, видимо, привязанных за шею. И вдруг, помилование уже на Ашафоте. И спрашивали, ну ты, что думал? Моз шли, плачали, он говорит, я никого не видал, я был как в тумане. Он понимал, ну утром стрелецкой казни. Посмотрите, Петр стоит, и их ведут, как руки назад, и казнят. Эта картина одна из самых ужасных. Это не день Помпеи. Вот утром стрелецкой казни одна из самых трогательных картин. И что? Да ничего, все кончилось. Он не принимал ни покаяния, Петр еще не кончился, что умер без покаяния. Собственного руками убил сына, как Иван Грозный. Ну там, помогли ему. Вот и все. Что сеешь, что и пожнешь. Благодари Бога. Только благодари. А я вновь приду, здесь ничего не будет. Благодарю тебя заранее. Я уже заранее отблагодарил Бога, прихожу тут одно пепелище. Не дай Бог, конечно, мы хорошо тут провели время. Не один раз. Это вот этот дом, эта квартира, это мне, я суд выиграл за то, что у меня изъяли фонотеку. 11 лет шел в суд. А некоторые сегодня мне, а ты любишь судить? Да. А почему не судить? А мне право дано законом, законом Конституции, Божественным Писанием. У меня изъяли несправедливо, я реабилитирован. Я судился, и мне вот дали 226 квадратных метров, два здания и 13 соток земли здесь, в центре города. Я благодарю Богу. Это мое, но я своим его не считаю. Самое главное, это что я своим-то не считаю. Я один из вас, я никого не ущемил, но должен смотреть за порядком, чтобы посторонних не было. А то вы сегодня зашли, даже калитка не заперта, к слову сказать. Чего ж так? Вот смотри, Пупков, торопится. Во вторник и в пятницу в 6 часов вечера у меня будут занятия по изучению Слова Божьего. Ко мне подошел один человек. А вот Третьякова не будет? Третьякова сегодня. Я сегодня приглашаю к себе. Да, за сегодня зачем? Ну, должен точно показать, подглазать. А что у нас? Так, давайте поблагодарим и мы пошли. Ну, раз-то-два занятия. По своим делам. Здравствуйте. Господи, Слава и Сыну, Блажите Тебу, Богородицу, Крысно-блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херубин, и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Бога Слова ротшую, сущую Богородицу Тя выключаем. Господи Боже наш, великая благодарность Тебе за этот воскресный день, напоминающий о Твоей чудной победе в воскресении из мертвых. Хвала Тебе. Услыши молитвы, Господи наши, прими их к престолу благодати Твоей. Будь милостив к нам, Владыка, защити это место. Соделай нас плодоносными лозами в Твоем винограднике. Тебе хвала и слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Послава Богу. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос.